Народные дружины переживают второе рождение. Благовещенские вечерние и ночные рейды с красными повязками на руках ходят в основном студенты, желающие в будущем работать в полиции. На недопущение распития спиртных напитков в жилых домах по улице Шамановского, 27, это дом 25-й, 28-й, с противоположной стороны. Соответственно, не допустить правонарушения или совершения преступлений предусмотренными статьями 161-162, то есть грабеж и разбой. Задание получено, добровольцы отправляются на поиски нарушителей. Горожане на появление дружинников реагируют по-разному. Сначала они воспринимали агрессивно к нам, а сейчас, видя даже сотрудниками полиции, даже так бывает в городе, видят, говорят, о, дружина идет. Как к сотрудникам начали полиции относиться, уже меньше агрессии с пониманием. Найти любителей выпить труда не составило. Гражданина, открытая бутылка в руках. Не знаю, только в столе. Я не права, я про гражданина говорю, у которого в руках бутылка, конкретно. Он стоит и говорит, что он с работы распил и пьет. Документы есть? Почему он туда? В Нижнем Москве. Мы в городе, в городе, в Волговичнике закон одинаковый для всех. Никак не могу ждать, побыстрее надо. Ну вы понимаете, что он будет делать? Ну что делать? Садись. Это Россия, да? Да, это Россия. Нарушителя увезли в полицию, чтобы установить личность и оформить протокол. Чтобы грамотно вести себя в подобных случаях, надо знать законы. Да и без физической подготовки порой не обойтись. Поэтому народных дружинников обучает полицейский. С начала года в Благовещенске прошли подготовку 38 человек. Видели, как группа несовершеннолетних пилает энергетический напиток «Ягуар», алкогольный который. Сначала с ними стояли сотрудники полиции, допрашивали имя, фамилию, отчество. И один думал бежать. Я за ним погнался, догнал его. Но что-то он начал сопротивляться. Немного применил физическую силу и доставил его обратно к сотрудникам. За 8 месяцев дружинники помогли правоохранителям раскрыть 4 преступления. В том числе по статьям «Кража», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Оскорбление представителя власти». Также с их помощью полицейские зафиксировали больше 100 административных правонарушений. И задержали в общественных местах почти 40 нетрезвых людей. Дарья Кордополова, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова